Иногда животные оказываются настолько умными, что это пугает. У этой обезьяны в руке заточенный камень, а в голове четкий план побега. Стоп! Если ваши родители постоянно ворчат на беспорядок в комнате, не показывайте им это видео. Потому что в другом китайском зоопарке шимпанзе, насмотревшись на людей, начала убираться в своем собственном вольере. Не знаю, понимает ли она связь между метлой и чистотой. Но ученые считают, что интеллект этих приматов примерно соответствует интеллекту трех-четырехлетних детей. Так что все может быть. Это видео было заснято в китайском зоопарке Чжэнчжоу. И, похоже, реальная планета обезьян начнется именно оттуда. Маленький белолицый капуцин специально заточил камень, а затем ударил им по стеклу. Совпадение? Нет. Животное испугалось, но тут же вернулось, чтобы проверить, чего удалось добиться. Может, еще бы несколько ударов, и закаленное стекло бы разбилось окончательно. Впрочем, этот капуцин всегда отличался от своих сородичей. Только он знает, как раскалывать грецкие орехи при помощи подручных инструментов. Остальным капуцинам не удается додуматься до этого. Но прежде зверек никогда не пытался направить свой обезьяний гений на стекло. После случившегося у капуцина забрали все камни, включая заточенное оружие. Стекло заменили, а патрулирование усилили. Попробуй через канализацию, приятель! Я тоже. Панцирь черепахи — это одновременно и надежная защита, и природная ловушка, которая вполне может стоить животному жизни. Перевернувшись на спину, крупная черепаха рискует уже не встать на лапы и может погибнуть от жары или из-за голодных хищников. Она абсолютно беззащитна. Но шанс на спасение все же есть, если на помощь вдруг придут другие черепахи. Обычно они не делают ничего подобного, потому что переворачивают соперников во время борьбы за самку. И все-таки, если одна черепаха терпит бедствие, другие точно знают, как именно ей помочь. Черепахи вообще гораздо умнее, чем может показаться на первый взгляд. Если вы хоть раз сталкивались с енотами, то знаете, что они те еще мошенники. Заберутся туда, куда хотят, стащат все, что захотят, даже если эти вещи вообще ни разу не съедобные. Почему? Потому что енотам интересно. Чего уж говорить о похищении еды, даже прямо из кошачьей миски. Даже когда и парень нужно как минимум 20 секунд. Каждая мама точно знает, как развлечь своего ребенка. Даже если это мама-коза. На самом деле козы гораздо умнее, чем вы думаете. Это, например, без проблем устроило для малыша карусель. Серьезно? Да, похоже на то. Такой уровень рассудительности не только удивляет, но и немного настораживает. А что, если все животные в действительности понимают гораздо больше, чем принято считать? Присмотритесь к вашей кошке. Вдруг ей есть что скрывать? Из всех существующих сегодня животных проще всего поверить в гениальность каких-нибудь шимпанзе. В конце концов, они наши ближайшие родственники. Кому, если не им, проявлять чудеса интеллекта? И противостоять дроном? 23-летняя шимпанзе Туши из голландского зоопарка продемонстрировала настоящий талант к ПВО. Она забралась на дерево, подманила к себе квадрокоптер, снимавший обитателей зоопарка на видео. А затем сбила его палкой. Потому что нечего тут летать. Ишь. Убедившись, что дрон безвреден и несъедобен, Туши потеряла к нему интерес и удалилась. Между тем, гаджет стоимостью почти 2500 долларов оказался безнадежно испорчен. Но не похоже, чтобы это расстроило представителей зоопарка. Кажется, они даже не удивились. Курорт Эверленд – парк развлечений, находящийся в южнокорейском городе Йон-Ин. В основном сюда едут ради аттракционов. Но в Эверленде есть также зоопарк и аквапарк. И медведи. Медведи, которые просто обожают туристов. Нет, не в этом смысле. Во всяком случае, до сих пор никто не пострадал. Зато звери точно знают, как себя нужно вести, чтобы получить угощение. Все просто – стоять на задних лапах и вести себя максимально по-человечески. Можно помахать или приобнять товарища. Хороша любая импровизация в обмен на вкусняшку. Официальные лица заявили, что медведи научились просить еду каждый раз, когда видят автобус с людьми. И, видимо, сделали это без подсказок. Сначала мне показалось, что вороны просто не понимают, что происходит. Типа «Эй, почему я все время съезжаю? Эй!» Но потом стало ясно – птицы отлично осознают, что раз за разом садятся на круглую крышу. Смотрите, вон, они же специально подбираются как можно ближе к точке невозврата, чтобы затем скатиться вместе с первым снегом. И снова сесть не на какую-нибудь ровную поверхность, а туда, откуда они только что упали. Да ладно, все любят горки. Немецкая овчарка по имени Линда известна в Измире, Турция, своим ежедневным посещением местной автомойки для расслабляющих водных процедур. Лучшие СПА-процедуры с участием огромных щеток! Разве хоть один человек сможет почесать спинку так же? Бросать мяч собаке? А может, лучше белухе? В ноябре 2019 года моряки исследовательского судна Джиминай Крафт взяли в плавание мяч и решили сыграть с китом. Члены экипажа кидали мяч в воду, а морской зверь раз за разом ловил его и приносил обратно. Как будто понимал концепцию игры. На самом деле это поведение, которое характерно для собак, иногда встречается и у белух. Они любопытны, игривы и могут идти на контакт с человеком. Две тонны дружелюбия! А это видео сняли уже в токийском зоопарке. И один из местных рангутанов вытирает лицо полотенцем в точности как человек. И не просто вытирает, а смачивает полотенце в воде, выжимает его и потом только накладывает на лицо, чтобы освежиться. То ли это было действительно жарким. По-моему, после всех предыдущих видео с обезьянами вопрос о том, от кого именно произошли наши предки, уже не стоит. Но у меня все-таки есть еще одно доказательство, и его зовут Амбам. Амбам умеет ходить на задних лапах. Ладно, справедливости ради, все гориллы и шимпанзе умеют делать это в той или иной степени. Но обычно они устраивают двуногих прогулок. Для них это просто неудобно с точки зрения анатомии. Но только не для Амбама. Видимо, его отец тоже много ходил на двух лапах. Например, если какое-то время жил как домашнее животное. Копируя людей, он научился быть двуногим, а Амбам, в свою очередь, просто копировал поведение отца. Ну или это всего лишь странное личностное причудо, которое он унаследовал генетически. Если у кошек в самом деле девять жизней, то Гизмо была готова пожертвовать одной из них, чтобы спасти своих людей. А может, она действительно одолжила ее хозяину. Рон Перкинс, хозяин Гизмо, спокойно спал на диване, когда кошка вдруг положила лапы на подушку и начала мяукать. Громко, упорно, не собираясь останавливаться. Открыв глаза, Рон понял, что дом был полон дыма. Загорелась прихватка для духовки. Он смог потушить небольшой пожар, прежде чем тот успел распространиться за пределы кухни, и никто из пяти жильцов дома не пострадал. Все благодаря Гизму. Так что в следующий раз, когда кто-нибудь скажет, что все кошки злые, вспомните про нее, настоящую спасительницу своих людей. Собаки – просто удивительные существа. Иногда они забавные, иногда грозные, а иногда собаки – это что-то вроде пушистых ангелов, охраняющих своих хозяев. Семья Брусо уже легла спать, когда их пес Дюк, которого взяли из приюта почти шесть лет назад, вдруг прыгнул на кровать и начал бесконтрольно трястись. Поведение сразу разбудило пару. Дюк всегда был невероятно послушным и спокойным псом, и не позволял себе подобного. Тогда Брусо решили проверить самочувствие своей девятинедельной дочери. И не ошиблись. Она не дышала. Родители немедленно вызвали скорую, и вскоре девочку оживили парамедики. А ведь если бы не Дюк, эта история наверняка закончилась бы трагически. Многие люди любят птиц, но те редко отвечают взаимностью. А вот одной девочке из Сиэтла повезло больше, чем другим. Она кормит ворон в своем саду, а они взамен приносят ей подарки. Метал, пластик, птицы, Дружба Габи Ман и птиц началась с привычки девочки делиться своим школьным обедом. Родители не возражали, и вскоре Габи начала кормить ворон каждый день. Каждое утро она меняет воду в птичьей ванночке у себя возле дома и насыпает арахис в кормушке. Габи также бросает в траву горсти корма для собак. Пока она работает, вороны собираются на телефонных проводах и громко приветствуют свою кормилицу. В обмен на еду птицы приносят блестящие безделушки. Серьги, металлическую петельку, гладкий камень. Впрочем, иногда подарки оказываются совсем иными. Вороны могут оставить ржавый болт, полусгнившую клешню краба, скрепку, пуговицу. А однажды они принесли крышечку от объектива фотоаппарата, которую потеряла мама Габи. И не просто вернули пропажу, а еще и потратили время, чтобы сполоснуть крышечку в воде. Все потому, что вороны, как и многие другие животные, постоянно наблюдают за нами и перенимают некоторые повадки. Присмотритесь, и вы тоже заметите это. А пока, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok